здравствуйте я очень рада что узнал о вас ваша любовь деревьев восхищает я люблю деревья и теперь узнал что обрезка наносит вред и как производить посадку вот уже как уже где-то что-то спасибо вам за ваш труд я не знала что на сибири можно вылезть такие фрукты но мечтал о таком саде хочу выписать саденцы когда лучше сделать осенью весной вы можете пролететь только так вы знаете всегда вот наша сибирь это самое жуткое место для плодовых роскошных деревьев помните там абрикос выше на ладони два штука влезло помните как яблоки размером так вот это не так все просто каждая из местностей вот кемеровская область иркутская это тоже юг сибири там допустим хакасия краснодарский край вот алтай алтай прекрасно место но уже не просто алтай из горный алтай если левнин алтай и так везде сюда везде есть склоны везде есть это и есть эти самые гидроэкзотации в каждом местности должен быть участок с микроклиматом уже они ниже будет об этом то есть с одной стороны а с другой стороны посадите на ветру черт и где а потом будете говорить что неправильно с Сергеевым саренцы выкопает продаст даже в горшочках все равно переезд все равно стресс все равно прижиться надо осенью посадишь значит он должен полностью напиться этим самым незамерзающим раствором как я который я называю антифриз запоминайте мое название антифриз вот а он же с корни пересадки пересадки извечены значит осенью прижиться должен а все равно хуже приживется значит надо уметь окушивать ну на зиму ну уже по железу а вы знаете не знаете а весной пока придет а до осени близко а сибири лето короткое вот а успеет ли вызовет то есть рискуете всегда говорю выращивайте сами вот но раз уже выписываете то спасибо вам за это письмо вот и мы с вами мне неудобно вы пишите осень или весной осень бывает ранняя можно с листьями это я коротко можно с листьями и в горшках осень поздняя только если прикоп то вертикальный по железу так это подробнее не могу сейчас говорить а то опять повторю все 83 вебинара вот придется сначала так и получается тогда не опасно даже перед самой зимой а весной как можно раньше а для этого холмы заготовили а холм раньше прогревается неделю сэкономили и вот это одна-две недели позволят в сибири саженцу южанину а это же все эмигранты эмигранты с юга вот позволит ему все таки или сбросить успеть а не уйти с листьями на мороз а и чтоб каждая почка вызвала во так что весной как можно можно раньше это общее пожелание а дальше звоните сергею лучше сейчас лучше летом не ждите осени потом скажет этого нет того нет ну сейчас вот так выглядят у него кружки вот так выглядят у него яблочки ну как видите это мастерство не пропешь но это образное выражение так виноградов алексеев все таки вы мой учитель во многих делах я еще обнаружил несколько я их уже не обнаружил они сами теперь лезут ко мне видимо так где-то когда-то нажал вот яндекс да и там огромное количество материала который мы называем информационный там про все что угодно и там же обязательно реклама что уважать теперь она лезет и лезет а благодаря вам я теперь знаю что это в мою фотографию украл 20 сайтов это 30 это 40 имеется в магазине и питомники вот и горжусь этим хоть им пригодился а это я все не успел сегодняшнее письмо и ваше даже не смог открыть видимо что там красивая фотография но не выдержал вот показывает смотрите я не знаю это или это через прививка от меня или это помните ну это помните вы нашли где-то раритет где-то старое дерево огромное что-то там все еще может оттуда брали может что откуда то но то что я вижу у меня но ведь это же сызрань сызрань господи самара самарская самарская вот а самарская это где-то налоги тоже нет и немцев там где-то заморозили так черешня пока там величайшая редкость я вас поздравляю ну здорово здорово так теперь я узнакомлю еще с замечательной парой муж и жена если я не напутал так они мне написали письмо так и заказали книги а я очень уважаю тех кто мои книги заказывает это для меня это весь мир делил я всех садоводов страны всей планеты разве на те кто заказал мои книги кто не заказал причем речь идет именно о бумажных книгах вот и вдруг они заказывают книги через 10 минут приходит оплата вот и там был написано руководитель школы я на я вот так вот сделал вот так вот так вот и оказался в удивительном мире а потом подумал а мы для этого и с вами общаемся что мы должны друг дружку не просто поддерживать мы должны знать ухаживать информации то есть информацию мы это должны как самая важная на свете эта информация вот теперь вы наберете тульская область руководить школа наберете школа здоровья рада окажетесь у них на сайте удивительный мир вот и уже когда я понял что они это я сейчас тоже чуть-чуть отвлеку что это тоже садоводство почему приезжает ко мне друзья на ниве три человека они приехали не за саженцами а приехали купить там ну 10 20 яблок а мне тогда слава богу их было не 10 20 яблок а тысячи яблок было недолго но было вот я обратил выходит три человека я специально это на этом акцент делал выходит три человека из этого из нивы так первое впечатление инопланетяне я таких людей не видел наверное может быть даже никогда подходит три молодых парня улыбаются все три бородатые ну ухоженные бороды все у них белые глаза белые за эти самые белки глаз я вижу это люди с другого мира это это люди которые никогда ничего то что мы там это поспать покурить нажраться утром похмелиться это совсем другой мир и потом когда я вот помните первый фотограф верхнюю где уже несколько лет на площадке нет ни одного ребенка смотрите на рис 40 градусный мороз отменяет занятия в школах мы все на улице все доедино и то что я сейчас там по врачам бегать они по 70 не значит что я дряхла не я просто сильно не щадил себя поэтому сейчас рассчитывать за это последние 40 лет бежать не то что без отпусков без выходных бежать как и называется без санатория только работа и вот получается что мне нельзя брать пример неположительные но я видел людей я знаю что будет через 20 30 лет специальной экспедиции будут находить людей которых мы сейчас называем анастасиевцы многие ведут такой образ жизни чистый вот вот таких людей будут искать да вы потом это захотите познакомитесь с ними поближе с помощью интернета да вот таких людей анастасиевцев староверов для чего кинофонд восстанавливать потому что или сейчас еще одно друг поколение вот и нихрена у нас у нас страна сама сгниет ее не надо уже сейчас у нас там руководстве академии наук я беру верхний эшелон это минсер мин это медицина это образование вот это школьное образование высшее образование вся наука там захвачена такими людьми маленько чуть-чуть ниже покажу вот я обещал что я буду пока на письма отвечать но и то же время мне надо выговориться и вот когда я разговаривал с Эдуардом я говорю Эдуард я тоже я ваш я ваш говорю и это самое я вам сейчас пришлю эту статью которую я на своем опыте на своей шкуре все это прошел и я все это испытал на себе вот смотрите читать не буду я просто короткие остановки потом кому надо тот еще раз включит и это прочтет вот Эдуарду стало интересно вот смотрите вот это знаете я все таки меня не выдержался это я пишу это мой почерк классическом романе мне запомнились слова молодой женщины обращенная к любовнику мужу осталось прошить два-три года но так как его будут лечить лучшие немецкие профессора больше полгода он не протянет клянусь богом это я не придумал это с телевизора фраза это действительно было это была пьеса и там была вот такая фраза после этого давайте еще немножко правильно своем здоровье заботиться вот вот это я больше вот этим доволен этим вот как доволен что и что и у меня памяти нет на такие вещи я почему-то врезается память прочтете 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 но потом еще раз говорю потому что это очень важно вот это очень-очень важно пригодится многие если кто бы вот это бы если в школах проходили вот то что вот вот не видишь такие ну как как виде лекции школа сейчас бы многие в 65 у меня друг 45 лет от инсульта умер нормальный здоровый мужок 45 лет инсульт вы понимаете а я тебе вот я пройдет инсульт видите потом простите не пожалеете все понятно выключаем так ну-ка выключайся а не закрыть текущую и идем дальше в общем я это выслал не только две книги но вот эту статью так прошло час я пойду на кухню подогрею чая все-таки не просто давлю немножко вот поэтому нам тоже надо три минуты для того чтобы прийти в себя вот тоже сходить чая налить а дальше будет может не менее интереса не более но в таком же плане у нас есть странный альбинос вырос один из первых ярко-желтого цвета какой-то альбинос желтый самого первого листочка причем он развивается как ни странно это боле какой-то все заболеет желтуха объясняю это еще терпимо но запомните нормальный абрикос солист темно-зеленый никаких альбиноса вот это больной а а это уже покойник вот значит в чем причина значит вы вовремя вот польза от этих бутылок огромная мыши может не добрались так вот значит когда они полностью закрыты вот как тут видите там как запотели там повышенная влажность но все до поры до времени вы упустили момент надо было снимать раньше потому что солнце это вам кажется что она она не вертикальная у нас она большую часть времени она под углом и уже если угол 45 градусов уже через к вам кажется что она проходит как у вас получилась тепличка на самом-то деле нет живите на живите на солнце лучи уже не проходит вот он был меньше 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 вот растет растет но он уже больной изначально даже вот этот больной остальные не вижу как чё я вам написал ответ срочно снять бутылки вот не считая того что я понятия не имею начало развиваться нормально чего ему дальше не хватило избыток влаги в одном случае сгнить мог недостаток влаги в другом случае тут уж я не угадать не могу так получил ваши книги и почти дочитал все большое спасибо у меня 62 сотку смотрят в области сам туда ежик заводской 200 километров ровно зато рядом большое водохранилище деревня ржанники берег я узко водохранилище с места для сада я хоть и занимаюсь садом четыре года от первых яблони собственной посадки ожидаю рожая в этом году но не считая себя опытным садоводом может быть вы бы согласились делать мне программу для создания и развития сада например на 10-15 абрикосов деревьев 10 груш 10 яблона задача была бы обоснованно распланировать а задача была бы распланировать по сортам написать для меня план работ правильно летние груши зимние груши осенние груши ну понятно вот и контролировать результаты работы я вполне могу и буду рад сейчас я вам расскажу и буду рад оплатить как ваш интеллектуальный труд так и закупку посадочных материалов чтобы я не тыкался сам пусть и бесплатно но с непредсказуемым результатом а работал под руководством всех которые с опытом взгляд на перспективу не буду скрывать я имею этот сад веду как перспективу своих занятий на немного более поздний возраст даст бог конечно но пока есть сил и средства надо уже что-то заложить если пойдет докупить территории вокруг меня у меня пустого места я вам скажу что вы на 62 сотка можете это погореть только потому что это самое это это не мало 62 сотки уйма пустого места буду рад если вы согласитесь с уважением Евгения Рудакова вы знаете Евгений вот когда выше мы беседовали в самом начале помните человек который все-таки считает что обрезка очень важна у нас в Сибири случилась страшная беда я об этом много раз говорил и сейчас я это все вижу воочию вижу я на машине езжу идут идет уничтожение этим бактериальным раком последних яблонь при том что мы гордились тем что мы вас европейцу за пояс заткнули по абрикосам именно по яблоню вот эти два абрикосы и яблонь заткнули вас за пояс теперь кто-то нам завез страшную беду бактеротеческая смерть вот и так как у меня глаза есть я ни разу не проехал чтобы не посмотреть чем дело я железо утверждаю что наука в лице вот этой вот дамы я называю ее доктора наук науков в лице этого самого еще ниже покажу и выше еще не раз их все вспомнил помните это миллион триста тысяч просмотров помните поливки но хоть знаешь какой вред нанесла люди восхищались как просто она учит убивать вот и в сибири из-за этого обрезки и не не берет рак только знаете какие те которых секаторы не подходили вот пока еще их а их практически нет все в круге замечено спасибо за это прекрасное хозяйство спасибо какое помните я от них письмо получил злое от это от редакции ведущего журнала самого популярного Валерий Константинович поливаете нас грязью а я отвечал я вас грязью не поливал вот я поливал грязью вот этих кто убивает деревья а вы уже хотите печатайте и хотите нет и вот получается война это продолжается а у вас получается что вы средства потратите можете оказаться как тот с абазы помните моя статья об азар шаг вперед два назад ну пару фотографий я показал вот эти страшные фотографии ужас плюс агротехника дебильное бороздование ой я боюсь говорить повторяться и вот получается что вы можете деньги потратить только потому что у вас изначально место может оказаться не такое а если такое то я не могу будучи в Сибири заключив с вами допустим договор взять рамки пойти все это померить сказать вот тут садите а тут не садите тут западный склон садите тут северный склон не садите а тут придется высокий трехметровый забор чтобы самое нежненькое за забором посадить а забор должен быть со щелями об этом кто знает потому что забор без щелей сгниют а это самое а без забора просто это какие страшные ураганы ребята ой какие были и до нас дошли помните последний дерево я вам показал которое ветка огромно упала это сморосан хорошо что целиком деревья ни одно не сварило сейчас я вам расскажу две истории только сейчас будете смеяться только надо а вот тут вот на этом наверное месте смотрите поймите меня правильно я прежде всего к нему обращаюсь и тем что он не первый у меня фигурируют знаете какие цифры самое было сказание самое крутое 300 тысяч пообещали ну правильно они додумали я приеду в сад посажу да сейчас ага знаете этот анекдот стоит этот самый столб телеграфный крепкий такой венючий дрызг мужик стоит и за него еле держится подходит девочка к нему и говорит дяденька надуйте мне шарик он у меня посмотрел вот так че шарик сейчас все брошу и буду шарики надавать вот и вот так и меня ожидалось когда мне 100 тысяч обещали 300 тысяч а сейчас они ничего они сами то ничего и все ну те деньги другие были может сейчас это и миллион учит инфляцию вот а я туда поеду я им сад привезу я им сад заложу ага сейчас все брошу и буду шарики надавать так вот рассказываю два случая чтобы вы меня поняли что я немножко так говорю ну не сездебкая ну с такой сиронией сиронией а кто с кем я разговариваю сейчас а Евгений поймите правильно по-моему мне что-то заказали не книги ли а сейчас вспомнил все но два истории которые одна смешная одна грустная но все с грустной еще Антон Валерьевич мы еще с вами не проводили ни нового вебинара вот это наша с вами работа это самая моя важная работа в моей жизни ну наверное с точки зрения пользы сейчас мы с вами ля 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 а там все как это слово не одного лишнего вот здесь и вот значит я еще мы это не делали мы сейчас а я начинал тренироваться авторитет раньше у меня лет 15 назад был больше чем сейчас появляется интернет появляется первый желающий договариваемся тысяч рублей всего пять тысяч я пять но я не просто учу у человека у участок он присылает кучу фотографий присылает в виде папки перед ним там папка лежит с этой стороны лежит у меня папка то есть это же на экране это же самое как у него ну фотография первая вторая третья он ее видит свою свою не так как мы сейчас с Антоном удаленное управление нет свою но одинаковая и я провожу пять занятий по тысяче рублей первое занятие сделали ждем пока он это в моей же саренце выписал посадил проводим второе занятие третье пятое я деньги сейчас и заработаю посылает следующую партию фотографии я разуваю глаза пять вечеров я на него потратил одного нигде записи не вел это потом я уже помните мои эти как это называется телемосты они учебные у меня их вот сколько вот а тогда то просто сказал то есть все это улетел в воздух но польза хотя бы одного человека он же мне это самое столько снимков писал как-то разбирали все приходят следующие фотографии папочки я открываю мои яблони груши сливы абрикосы посажены в эти ямы после того когда я очухался а это не шутки это прошло месяц-два сколько труда у него ради этих пяти тысяч я ему звоню говорю вы что с ума сошли вы же учились у меня вы же деньги заплатили реконсис да вы поймите все будет как вы сказали но дело в том что у меня тут с одной стороны сосед с другой стороны с третьей я начал делать холмы с пятой стороны а с десятой у меня настоящий агроном который всю жизнь проработал ну как датчик но всю жизнь проработал сам лично в ГСУ то есть это ну профессиональный агроном задолбили ну убедили ну а в остальном все как вы ну деньги я ему конечно не вернул вот послал его подальше второй случай ну этот случай больше на анекдот смахивает я уже рассказываю вот это грустный случай а второй чтобы можно было посмеяться значит следующее еще опять же мы еще с Антоном Валерьевичем работаем опять по рукам пять тысяч в пять занятий по тысяче рублей вот тебя готов слушать присылает снимки даже спутниковых все там все со всех видов все сбоку с краю с севера с юга все нафотографировала все замечательно а вчера это вот деньги прислал опять тысяч да и мы начали первое занятие значит скайп я значит это самое разговаривший начал по скайпу вот пока общая тема ну то есть как чего общее понятие вот ну как бы лекция а сам на этих лекциях я учился сам тренировался и вдруг смотрю она становится грустнее 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 и где-то через час она говорит извините все я сегодня не могу с вами больше говорить вот все я отключаюсь и отключилась ну я вроде не дурак я до этого уже 300 статей в газетах напечатал я знаю что говорю можете со мной не соглашаться но и дураком никто не называет я ей пишу а через час приходит это письмо по интернету ну то есть александр пришлите мои пять тысяч обратно и значит это высылаю эти пять тысяч а до души осадок чувствую что-то я сплоховал вот попробуйте догадаться ну как так я старался я же это же самые мои первые ученики я так хотел чтобы это самое я ведь вы знаете что я сотни тысяч часов бесплатно рассказывал и по скайпу и по этому и просто и телефонный разговор и вдруг вот единственное у меня такое никто ни разу у меня нет так верните деньги чувствую себя дураком не выдержал написал письмо приходит ответ за солье держитесь вы я вас увидела голым вон по пояс это неприлично точка ну а я-то даже и не мог сообразить ну бывает ну возраст я потом взял трем первым же женщинам которые мне звонили пока я еще был на взводе я допустим говорю там какая-нибудь Мария Петровна или это самое какая-нибудь Светлана Владимировна вы знаете вот допустим я с вами вебинар проводил по скайпу вы бы видели меня голым по поясу вас бы это затронуло ответ да хоть в трусах причем вот примерно так и все-таки оказывается это а потом появились вот эти материалы а у меня же такие это вы допустим я понял одно значит брать на себя ответственность что сад через пять-шесть лет заплодоносит вот я не могу я рассказывал я от 100 тысяч отказался я от 300 тысяч отказался я не могу вот значит рисковать будете вы а я только учитель это так же как вам правила дорожного движения рассказали вышли на дорогу вот и врезались в какую-то машину я не виноват я научил вас водить машину но водить будете вы и что получается я предложил Евгению вот это вот платный бычерч материал вот это мы наши лучшие творения садуна ляжет с сафроном вот это второй этап первый это вот эти же самые кто хочет просто иметь 10-20 привитых не привитых не привитых в общем погребе иметь закатки и круглый год есть яблони груши вот только для этого хотите стать профессионалом пожалуйста Евгению Рудаков только я открыл рот про 5 тысяч через 10 минут они были у меня так Евгений вот а дальше еще не было ни одного случая покупают крайне редко за все годы купила я не знаю человек 10-20 не знаю но во всяком случае ни один не сказал что вы знаете я зря выбросил деньги почему потому что я начинаю как рассказывать вот я специально чтобы вы поняли у вас 20 гектаров и такие у кого 2 гектара 20 гектаров было 200 и был один особый случай в этом у меня здесь номер 5 помните учебный там про это компания 20 тысяч гектаров ну то есть кто то колхоз видимо закупил вот а как им быть то а я говорю да не надо его распахивать и не надо на 20 гектарах садить садите самые обычные с густотой помидоров лучше из лучей оставить навсегда остальные будете вот так вот расширяться расширяться переносить этот самый забор постепенно по мере того как вы будете матереть как вы будете взрослеть как садовод как у вас появится уверенность набитая рука потом будет пол гектара 2 гектара 5 гектара потом сколько хотите вот и вы узнаете что в вашей местности груши идут яблони не идут и такое может быть капризные абрикосы идут а сливы казалось бы которые рубить невозможно я сегодня делал фотографии где у меня пни мы сад это убирали все второстепенно потому что уже дальше невозможно расти я там десяток фотографий делал такие пни не потому что погибли а потому что мы их выпили да вы все это знаете вот и уже лезут эти неубиваемые груши неубиваемые яблони неубиваемые сливы неубиваемые даже персик неубиваемые представляете вот что такое настоящее дерево и все таки пока вы еще не знаете этого вам придется смотреть а что будет лучше заложили этот самый питомочек с грушами заложили с дикими яблонями потом пока научились привать а потом вы уже будете знать если у вас с моего сада семена куда вы денетесь прививки только с моего сада иначе начнете все сначала и у вас будет как у Мичурина годы потерял а потом все погибло было такое у Мичурина он никогда не скрывал свои ошибки а нам уже ошибаться некогда мы как помните один из вебинаров назывался вот мы садовод как сапер ошибается один раз потом руки опускаются вот так друзья вот это вот пять тысяч стоит идем дальше и к этому разговору я подготовился я говорю это снимок вчерашний я говорю Сережа давай-ка это самое чтоб не видно больше в трусах ходишь но сделан такой снимок вот в любую погоду ну моя школа я же воспитал в любой холод в трусах а почему вы его уже знаете я уже рассказывал свою идеологию выращивания мальчиков вот этот двухметровый мальчик и вот значит я ему говорю так чтобы не видно было что ты в трусах растесняешься но покажи что вот это вот вот видите тали справа это однолетки которые он продать не смог на второй год пошли а вот это вот на третий год зацвели завязались и они остаются знаете сколько черенков потому что они были обрезаны обрезаны и дали черенки на прививку то есть плавный переход сада как называть не сада а питомника продажного лучше из лучших остается навсегда маточный сад вот один из примеров я говорю Сережа мне к вебинару нужен такой этот тогда чтобы люди относились к этому с этим как заработать миллион рублей на продаже саженцев питомник 21 века да вот такой вот питомничек мини питомник и не в любом месте гражданин Рудаков так здравствуйте так глоточек опять разговорился но вроде по делу здравствуйте подскажите нужно ли сить на персике вот это похоже на комедите течение да это комедит да на персике она есть практически все года потому что персику вообще делать нечего вот и так это ко мне Вадим обратился так вот уважаемый Вадим я написал нет не трогайте дерево лучше знать спасибо а то везде видео что чистить нужно вот этот идиотизм что чистить нужно одна из самых страшных ошибок но мы это проходили сколько фотографий чем только не чистят начиная с щетки по металлу чего только не творят ужас уже дошли до этих до паяльных лап идиоты уже слов то нету никаких уже дерево себя вылечило волноваться начинаю уважаемый уважаемый Валерий Константинович в этом году с 10 мая меня свели все абрикосы здорово они были посажены в 2015 потом удачно привиты мной в 16 так 16 17 18 19 пятый год все нормально но ни одна ягодка не завязалась так значит получается так погода теплая до конца мая в чем причина я причину назвать не могу вот кроме того что я приведу свой пример чтобы вы знали насколько все это в этом году я буду с очень слабым урожаем и сейчас сыпется плоды и сейчас хотя цветение было нормально похуже абрикосов все остальное свело прекрасно да вы сами видели сколько мы общаемся вот но к сожалению случилась страшная беда в октябре месяце когда деревья уснули и уже начинался снег вернулось лето почки набухли и даже 23 градуса мороза это теплейшая по нашим меркам самая теплая за 30 лет зима что я тут самая теплая невероятно теплая где-то там были вот цифры приводились официально там центрального телевидения что где-то на 8 градусов вообще а у нас еще по-моему теплей разница оказалась в сторону теплой вот и весной вот эти проснувшиеся почки нет зимой большая часть погибла остальные подпортились а тут еще ураган вот я молю Бога чтобы сохранилось хоть что-то мне нужно продавать для вас косточки когда я торговал прошлогодние я писал прошлогодние ни разу ни на одной косточке я никого не обманул почему потому что у меня с небом свои счеты значит когда я буду продавать там будет написано 2020 год или 2019 год а там хотите нет хотите да но по крайней мере схожесть я уже убеждался вот не хуже так и получается что ни одна ягодка у вас не завязалась одна из причин я сказал вот потому что а это могло быть и у вас это случается а люди потом гадают ну не могут сказать опять ну что ж такое зима все нормально все это и заморозков не было а на раз и ни одна ягодка не завязалась но я одну из причин назвал вот когда они уходят зиму неподготовлены Ренат Столбатуллин так ну хвастаюсь чем Бай Академик Серафима Муркулиева у него завязались так но я выбрал только две фотографии и так сильно много мне сейчас столько фотографий значит присылать у многих наших друзей вас многих из вас появились первые плоды наконец-то ну Ренат я две фотографии взял разместил вот во многих местах это сенсация люди говорят ну а все абрикосы вот а я говорю вас будут ну что обманул дело в том что если у меня растут то нет такого места в России где они не могут расти и наоборот учитывая что они прошли сибирскую закалку только на юге карантию не дают и там где каждый день дожди сегодня сегодня и вчера я делал фотографии в дождь они у меня еще в фотоаппарате покажу на следующем вебинаре вот ни одно это на листях кстати вот заметьте у него тоже нету этих ну-ка больник листьев поищем ага нету ну все вот доказательства с каждого дерева я снимал крупным планом каждое вот ни одной этого ничего даже дырок нет вот и этих самых как он называется плесени так что есть одна шанс вот это вот очень важное письмо друзья я рад что до него по крайней мере очередь дошла вот и с удовольствием прочитаем сейчас поймете почему и о том что здесь мошенничество сосуществует рядом как сказать с человеком рядом с человеком который вот гугушкин хочет растить он хочет знать правду смотрите спасибо это мне пишет за ответ на мой вопрос по пригодности в качестве подвоя маньчжурского абрикоса в Нижегородской области из-за оттепелей вы что думаете я ему дал гарантию что берите да косточки черенки саженцы берите да они будут это не это пригодные в качестве подвоя я этого не сказал вот то есть мой ответ был достаточно правдив из ответа понял что надо искать гибрид маньчжурца с европейцем пригодного для нас и вот самое интересное начинается потом да я ему сказал гибрид маньчжурца с европейцем вот кстати у меня нет такого что у меня вот маньчжурец скрещенный я же с этим кисточкой не бегаю вот свободное пыление все деревья как сказать я это называю так ветром надул с каким да может расти рядом королевский может рядом расти европеец может манитоба с канады но она тоже европеец фактически вот допустим жердель тоже европеец что у меня еще за европейц ваньков ранний европеец дар небес европеец откуда я знаю кто опылил маньчжурца значит получается это я на будущее мне это тыка сотни выписали а я всем говорю в крайнем случае это учеба ребята это не шутки если вы у меня выписали 100 косточек через год у вас будет 50 однолетних садов через год будет 25 еще через год 10 еще через год 3 но потом каждый этих трех через несколько лет будет давать по 5-10 вёдер понимаете по 5-10 вёдер потому что среди этой сотни косточек а я же как называю ассорти в скобках смесь а там хотите рискуете хотите нет чем рискуете 1000 рублей это минимум 2000 рублей вспомните сколько это на новый год водки выпили и сразу окажется что совершенно недорого вот теперь я не утрижу я так говорю как есть как иначе то вот самое идем дальше это получается что человек начинает искать это такое письмо я больше всех радовался этого письма читаем дальше он ищет в сети не могу найти правильно это же надо набрать гибрид манчжурса с европейского хрен найдете это же мой термин нашел интересную статью кромаренко вот кандидат наук научных сотрудников главного педагогического сада мы кромаренко с вами знаем потому что антон варевич от имени двадцати тысяч своих подписчиков к ней обращался и говорил кто прав железок или надо поглубь рассадить а железок говорит что они потом погибают вот помните вот это и была кромаренко Лариса Андреевна то есть кто то из вас уже ее знает вот но сейчас мы говорим о другом он ищет гибридные манчжурсы чтобы у него они были и качество по двое были и все прекрасно и чтобы не выпривали ну наверное чтобы зимой не просыпались так ведь идем дальше и так он нашел статью кромаренко эту статью он прислал мне на самом конце на нее вряд ли дойдем там хорошо плохо хорошо плохо там погибло там растет погибло и получается что что он узнал об этом хороший результат по выживаемости показал гибрид манчжурского абрикоса статья прилагается это статья потом а может никогда вот все все не покажешь вот то есть там упоминается гибрид манчжурского абрикоса если бы она сама Лариса Андреевна не призналась Антону Валерьевичу в ответе что она знакома с работами Железова вот и что она после многих ошибок 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 неудач гибели ее фраза она я ее читал раньше а вот этот я не успел прочитать вот он мне ссылку писал я не успел прочитать она говорит все переходим на маньчжурский абрикос то есть такое ощущение что я ее допек а то ездила а потом губила то что в Средней Азии ведь смотрите двадцать лет назад я ничего против нее не имею у нее свой путь она испытывает свои сорта а вдруг найдет золотые ей не важно что в Сибири это как вы знаете приехала в Сибирь и набрала вот золотых самородков вот там где-то яма а в ней самородки лежат лежат и нужно их собрать переделать в миллионы рублей и жить прекрасно вот нет надо поехать туда где самородки нет и быть не может в Среднюю Азию потому что они в России даже все погибнут ну морозокость не та а про меня то она знала с 2004 года она не могла не знать после моей статьи абрикос бросок на север ведущий журнал напечатал и что получается гибрид манжурского абрикоса в конце она пишет переходим на подбой манжурского абрикоса такое впечатление я допек ладно теперь смотрите что дальше а дальше я не знаю имеет ли она отношение или нет читая внимательнейшим образом это была присказка что за гибрид для меня не ясно питомник садоград под Москвой торгует сортом абрикос манжурский гибридный пожалуйста пожалуйста и расшифровка вот она так и что-то мне все это показалось странным название термина абрикос манжурский гибридный придумал я питомник садоград со мной не сотрудничал ни один питомник в россии со мной не сотрудничал откуда он взялся ну думаю мало ли сопало я придумал название еще кто-то вот что интересно они никогда не выдают своих этих героев то есть кто вы вот там красивейшие сорта фотографии в любом питомнике фотографии это потом выясняется с интернета но когда их смотришь думаешь ну это же премия государства это премия нобелевская потому что в Сибири вот это все там два-три десятка фотографий невиданной красоты абрикосы персики черешни представляете и это на каждом этом на каждом сайте так где же ваш этот садовод который это все вырастил а и вот получается что для чего это все так долго говорю потому что опять это знаете как в мультфильме геологи спускаются под землю и наткнулись на местных гномиков а гномики эти самосветы собирали и склад зачем непонятно но самое ну работа у них такая была подземные народы и тут наши земные нормальные геологи спускаются под землю идут встречают а вот что спустят к нам а мы ищем природное богатство эти поворачиваются гномики убегают и кричат знаете что кричат караул грабят вот сейчас вы увидите как грабят жерезы раз у нас с ними много проблем с подоем абрикоса вот это второй вопрос он отдельный я на него сколько раз отвечал вот хватит для терпения нет я сейчас первым вопросом под пунктом раз вот он первый разбираюсь и так значит имеет ли оно отношение или нет кромаренко но абрикос манджирский гибридный врач и питомник садоград я набрал питомник садоград это ж так просто стало за стулья держитесь нет нет узнаете знакомое вам название саженец абрикос левицкого скобках бай название придумал я никогда в жизни у меня одного черенка ни одной корочки бая не высылал это мое фирменное название так левицкого кроме меня и моих статей когда не знал ни один человек на планете знали только садогрцы вот выдающий садовод а вот это чья рука а? смотрите в глаза смотрим дальше абрикос теперь смотрите это к слову мне ну вот бросились в глаза караул грабят это я когтя гномик подземный абрикос манджирский вот же он вот же он и вы знаете я то его сразу узнал не только по названию манджирский смотрите я нажимаю на эту это перед тем отчитываюсь товарищам потому что хрен он найдет смотрите вот нажал на квадратик получился крупный план все расписали представляете все красиво кроме одного заметьте ничего не подозреваете помните мою знаменитую линейку у вас уже как минимум половина знает вот так вырезали одну половину вот да линейку отрезали и мою руку отрезали вот так ребята вот откуда он взялся у вас и когда они вам продадут абрикос дай бог чтобы абрикосы во что он будет манджирский гибридный скирали откуда если им пришлось мою фотографию взять а абрикос да может быть абрикос но откуда самый ближний это Молдавия Польша Крым все а откуда там морозостойкость а для вас же что важно это же вам подвой нужен так нет а дальше думаете все ах ой извиняюсь за выражение ну амур я смотрю что-то знакомое название амур оно тоже не распространено как ни странно из культурных самый этот самый я называю мечта хозяйки ну причин много на закатку лучше нет вот на хранение лучше нет твердый хрустит на зубах и косточка болтается да амур много мы амура видели ой сейчас в этом как он называется этот Павло Садыград Садыград да смотрим внимание внимательно смотрим караул а нет а еще нет я нажал нажал да получилось крупный план внимательно смотрим внимание а это с моего сайта берем вот так вырезаем середку еще раз внимательно смотрите ну остальное потом кто-то скажет да нет сходство есть но на самом деле это совершенно другой снимок Садыград имеет абрикос амур он у себя фотографировал все это ерунда а я вам говорю что это моя фотография еще раз вот только взяли вырезали вот эту середку вот с этим красненьким вот так еще раз полностью убедились идем дальше что получается дальше вот кстати это он дальше продолжается на другой день дополню предлагаю фото сайта питомника Садыград и статьи Крамаренко похоже все переходят на посадку абрикосов на холмах и вот знаете как я к Крамаренко очень отношусь то что конечно обидно которое совершило страшную ошибку научил людей закапывать семена глубоко из-за этого получается что нехорошо это плохо что она не отказалась этой мысли тоже плохо но вот посадку на холмах да вот она видите правда это не помогло потеря огромная но есть еще другие причины почему у нее гибнут абрикосы персики вот это все потом я просто хочу сказать что учится человек и тоже садила в яму и даже сама показывала как она молодец вот я еще говорил что вот когда темирязь надо или закрывать чтобы я вам еще покажу почему что это бестволы все совершенно то чем сейчас занимается там да я там был вот я посмотрел за голову схватился ужас а Крамаренко это работник этого самого ботанического сада я говорил если там наводить порядок она столько шишек заработала теперь цены нет это вот действительно человек прошел огни и воды где-то согласен где-то нет так вот надеюсь что садограда оно отношение имеет что у них совпало название маньчжурский гибридный ну совпало и статьи и сайта так вот я еще в каком-то лекции сказал если там будет нормальный ректор то проектором там будет Крамаренко а еще вторым замом там будет кто-то из моих учеников это может быть Леонид Александрович Леонид Александрович это может быть выпускница университета это может быть такая же с таким же дипломом Юлия Матвеева это потом они подтянутся Железова Сергея у которого не взяли на первый курс зачем он науке вот подтянуть все таки диплом у него есть пусть и среднее специальное образование вот я к чему говорю то здесь все все на куче вы мне дали возможность раскрыть правду потому что вот то что вы видите еще раз вот то что вы видите в крупный план вот это вот это все такие сказки что если бы это все было бы у вас и все это только один из этих и все еще остальное я не знаю это ведь вы же вот судя по этим фотографиям вот это вот тут ссылка то есть на ученую на это как на Крамаренко но ведь питомник то превзошел всю страну все всю академию наук вот он один правда но у других таких же фотографий да ну то есть тоже наворованные еще у сотни но если бы это была правда вот я ответил на ваш вопрос я ответил на ваш вопрос не ищите там подвои вот найдете а посадка на холмах как видите вот уже даже то что сейчас знает умеет Крамаренко вот а плюс еще мой подвойный не только под мой любой материал это было бы Сергею придачу это было бы такое чудо теперь так сейчас я знаете что господи Владислав Валентинович вот сейчас у нас заканчивается да на сегодня я и половины не смог рассказать что хотел я сейчас вы моя гордость вы еще не знаете этого вы моя гордость я когда прочитал вот это вдогонку вы прислали вот это письмо письмо и за 100 больше удержаться это вот сейчас знаете дать всем почитать поймете вот я тоже сразу то не сообразил я вначале ну чего особенного берем косточки сажаем есть под зиму стоять сыром это уже другое лучик конечно правильно так два яйца с корзинами все правильно все знакомо саженцев срезаем черенки оставляем скопочек это прямо мой термин оставляем скопочек все остальное срезается прививаем на сливу ну это еще ладно там пойдут эти самые как сказать нюансы сливы оленклоды принимают абрикосы сливы венгерки принимают это уже детали можно шишки набить тут но получить успех там это еще вы еще не поняли я сразу то не врубился ждем плодов и снова повторяем цепочку пока не появится в Сочи реальный заказ ну во-первых первая мысль была да конечно повторил мои же плазмы это начинал Мичурин продолжить железом теперь у нас это самое запомнить вашу вдруг вы будущий академик Гугушкин вот гражданин Гугушкин мы же новое направление открыли я сразу не врубился я сейчас говорю как с праздником не ерничаю нет это как праздничное настроение хочется поговорить я тут сразу то берем косточки манжурца или гибрида если бы было косточки академика эти королевские там баи вот то все так по железу да помечусь а я то пропустил слово манжурца гибрида то вы же новое направление открываете это как здорово то есть дальше я сейчас я боюсь даже эту тему развивать мы то с вами другом поняли кому надо тут потом еще подумать чем тут почему берем прививаем манжурца вроде бы дикаря да а вот же расшифровка ждем плодов пока не появится устойчивый подвой во реально схема поздравляю так пишу заявление об уходе вот садитесь на вам место сделайте продолжайте вебинар ну ладно ловите на слово в 2002 году хорошо поздравляю вы какой вы умница я я я это получается не зря же живу то не зря про насыщение ментором Мичурина давно наука забыла они уже наверное забыли какое у него отчество там Владимир это Иван Владимирович я же пробовал я же общался с ними никто же блин он не существует понимаете единство ой кстати бру значит так Александр Юрьевич Ваулин он сказал единственный ученый он мне лично сказал я еще так знаете с опаской говорю потому что речь все таки о том что я занимаюсь не совсем правильной работой а как вы относитесь к Мичурину он говорит да я уважаю вот видите но вы тут впереди планеты всей будете я такого пока не знаю именно вот этого что вы нет все все что надо я сказал все кому надо тот понял здорово поздравляю так не взорв было прислано два чернока груши московский гигант и космическая ну московский гигант я отношу супер а груша космическая я отношу первой лиги так были использованы все чернки было только выбрасывать привел все и вот результат вот одна из фотографий здорово да ну здорово ну что сказать то дальше вот этим неуклюжим с виду ножом который изготовил сам были произвели все прививки в этом году их около сотни также использовал садовый варм Горкова секатор немецкой фирмы так как в этом случае на нем написано и ваши привычные ленты было две пачки по два пакета вот кстати вот мои эти самые ленты хороший вар Бугаркова вот ваш самодельный нож все здорово вот и дальше 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 ну что вот результат я во многом отношу и за счет лет покупайте не пожалеете вот изготавливать сапроны я продаю вот если деньги делю пополам не так уж и много зарабатываем так теперь продолжается амур сеется номер пять скорость стопроцентная из пяти взошло пять замечательно все видите вот здесь листья темно-зеленые вот это здоровое он как-то обошелся без бутылок место для посадки не случайно с правой стороны северный закрывает дом с левой стороны от ветра южного забора северо-западная ель ну это я тоже называю микроклимат или еще по-другому называю тепловая подушка вот здесь на этот участок он как бы если бы это было голая степь в одном варианте а если этот участок то он как бы перенесен на юбке на 200-300 благодаря вот всем вот этим глаз радуется наша школа так брат Юрий ну я только одну фотографию разместил его вот они ну пока они вылазят из земли они вот так вот выглядят потом зеленеют это я просто для контраста выбрал фотографию вот ну и так как у меня осталось 10 минут я просто с письмами пока закончил там еще ниже еще больше но я вот это оставил под конец потому что я не мог не выразить это вот вот кто-то напил в уши нашему президенту и вот жалко как бы это фраза выглядит можете это как она выглядит короче говоря сейчас обрезали всех детей учить учить генетике вот кто ему это напил в уши я не знаю как с ума сошли помните это дикость это 11 класс непереводимые страницы взятые из научных трудов над которыми плачут учителя и ученики и кто-то еще решил это продолжать а чтобы не быть еще голосовным не дикость прислажив как угл и раз раз с познав извин 嘴 где нет а Продолжение следует...